Ну вот мой вопрос такой, что в этом преобразовании CZ физически, что нужно делать, чтобы его осуществить на этом языке, нужно проделать большое количество операций смещения. А в стандартной кластерной науке любая суперпозиция операции смещения описывается унитарным оператором развития, где координаты или импульс будут стоять в первой степени, а не во второй. Где фундаментальный разрыв, который привел к этому неожиданному результату с точки зрения предыдущего этапа этой науки? В чем дело? Другой базис, другой... Другой базис, да. Но казалось бы, базис, тем не менее... Ни при чем, если операторам... Для нас операторы важны, их как бы свойства операционные. У нас преобразование именно, преобразование, оно реализуется над вот этим вот новым базисом, который вот этот вот и неонный и... Иван Вадимович, мы же ввели какой-то такой дискретный базис. Обратите внимание, здесь хоть мы все в непрерывных переменных говорим, а базис ввели вполне дискретный. Такой кубитный. Ну, не такой уж он дискретный. Вот аргумент всех анионов – это вещественное число. Да, аргументы – пожалуйста. А тем не менее, они двух типов. А то, что их ровно два – это все-таки тоже такая особенность. Но ведь это же сидит внутри и стандартного подхода, как-то там зашито. В кластерной науке, например, в однонаправленных вычислениях, там нету таких двух типов состояний, над которыми производятся эти... Но мы же сможем там кластер сгенерировать любой. Одного типа. Это самое анионное состояние – это тоже кластер. Это тоже кластер. Ну, Сергей уже описал процедуру приготовления. А можно, наверное, и другую процедуру. Ну, короче говоря, не видно принципиального отличия анионного, вот этого начального состояния, в котором возбуждаются анионы, от кластера. Но это тоже кластер. То есть, вот где качественный... Я не против этого, а хочется простыми словами, чтобы было сформулировано место, где происходит качественный скачок в этом подходе. Разрушается ограничение, которое было и, очевидно, есть вот в обычной науке, где хоть тысячу смещений выполни, не перейдешь к квадратичному показателю оператора эволюции. Может быть, дело в том, что это все-таки не кластерное состояние, и мы как-то сложным образом перебросили эти перепутывания. То есть, мы как бы в кластерном состоянии есть только такие двучастичные взаимодействия. То есть, здесь взаимодействия более сложные. Из реализации вот этих вот измерений мы видим, как появляется вообще там... Взаимодействия-то более сложных не видно. А все сгенерировано из кластера. Вот, например, вот эта вот звезда. Она как бы описывается взаимодействием вот этих вот четырех мод. Ну, не взаимодействием, а перепутыванием. Ну, перепутыванием. Это, значит, некое состояние квантовое. Дальше действуя на него вот этими унитарными операторами простыми. И действительно, каким образом начальное состояние может влиять на операторные свойства вот... Ну, вот не видно ни в способе построения начального состояния, ни в воздействиях, которые здесь описываются, а именно операции смещения осциллятора. Не видно принципиально нового по сравнению со стандартной кластерной наукой. А результат как бы совершенно качественно другой. Иван Владимирович, вот то, что Сережа говорит еще раз. У нас в стандартной кластерной науке есть только двухчастичные перепутывания. Правда? Почему? Вы же сами рисуете графы со сколь угодно и путаницей. Конечно, но там один узел с одним узлом, и, пожалуйста, ничего другого нет. Ну, для построения обычных операций, по крайней мере, не нужно из одного узла выводить много... Ну, такой сложно разветвленный граф. А здесь... Но можно, он там тоже может его построить. Вы же сами нас учили, что матрица связи, ее можно вообще своей помощью связать все со всеми. Ну, вот здесь связалась четверка такая. Ну, в общем, вот ключевое слово как-то не произнесено четко. Что здесь внесено такого принципиально нового? А результаты получаются принципиально новые. А вот, Татьяна Юрьевна, у меня вопрос по жизни, потому что тут была переписка. Да, Александр Сергеевич. Наташа Королькова, это которая в Сотландии? Да, да, да. Она самая. Еще у ее... Я там просто ее еще и встречал, самой встретил, в самой Сотландии. Это было в начале 2000-х, когда была МТАСК. Значит, и вообще она очень славная. И она была в Германии, а перед этим вообще она от Чиркина, по-моему, да? Да, из Минска изначально. А из Минска, да. Она у Чиркина сама кандидатскую делала. Но вот они немножечко... Она работает тоже над этими делами? Да, вот мы надеемся с ней, над этим, может быть, удастся совместно поработать. Вот, не знаю, планы давно строим, а удастся или нет, тут не очень понятно. Она привезла, где была в Германии, а в Германии привезла мужа. И там вот тоже представляла. Нет, не сказать. Да. Хорошо. Юра тоже, наверное, так. Участвовала в защите диссертации, Сережа, вот, и поэтому как-то дальше на этой почве это взаимодействие сохранилось. Да. Старые времена, уже теперь 20-летие мы не можем измерять. И еще один раз тоже, да? На конференции какой-то. А есть ли какие-то реальные предложения по измерениям вот этих вещей? Ну, хорошо. Мы доказали, что там столько-то унионов в конце образовалось, они сидят там-то. Хоть, ну, сколько-нибудь похожий на реальность способ узнать, что это вот произошло. Есть? Потому что с стандартными кластерами, в общем, окончательные измерения довольно понятные. Надо мерить квалираторные амплитуды, да? А здесь что надо мерить? Здесь нужно измерять вот эти вот стабилизаторы. и смотреть на всевозможные фазы в разных узлах. А что значит измерить стабилизатор? Ну, вот тут... Это произведение четырех... Ну, да. Ну, вот в его определении, да? Введение четырех... То есть это четверной коррелятор кластерамплитуды, да? Ну, да. И тогда мы можем узнать, какой тут есть и не он в этом плакете или нет. Иван Вадимович, у нас, конечно, очень интересная дискуссия, но поскольку мы уже больше двух часов работаем, нам ее точно надо сейчас остановить и перенести или дать Сереже какое-нибудь суперзадание. Если мы хотим в следующем году его еще услышать. Ну, вот я хотел еще пару слов сказать в конце. Вот эта вся наука, которую я сейчас рассказал, это называемые абелевые неоны. То есть и результат, который мы получили, ну, который декларируется в работах у них, то, что у нас есть топологические преобразования, которые реализуются без ошибок, и есть другие преобразования, которые плохо реализуются. Вот, но как бы они пошли дальше в своих работах и реализовали так называемые неабелевые неоны. То есть, вот если эти неоны при слиянии дают одну частицу, то неабелевые неоны могут давать несколько частиц. Вот, и из-за вот этого вот, ну, такого вот, нескольких частиц могут более сложные квантовые преобразования быть. И вот с этими неабелевыми неонами, опять же, их можно вот на пластерных состояниях реализовывать, там все намного лучше. Там тоже есть некоторые ошибки, но с ними ситуация лучше, то есть они более защищены от внешних ошибок, нежели эти, потому что здесь вот мы видим, присутствуют еще преобразования нетопологические, которые как бы открывают систему для ошибок. То есть, у нас могут быть вот эти вот все преобразования, которые быть, и они могут идти плохо, и как бы открывают, а там система более закрытая, и ситуация немножко лучше, чем здесь. Вот, это вот дальнейшее развитие их работы, что они сделали, рассмотрели более сложную систему, чем это, и показали, что там есть еще некоторые выигрыши. Сереж, ну вот если вы сможете развить эту тематику, то будет интересно послушать что-нибудь из вас в развитии. Так, наверное, нам пока, вы нас и так загрузили. Какие-то еще короткие вопросы к Сереже? Не такие длинные, как у Ивана Владимировича. Ну, тогда давайте расставаться, раз нету, потому что и так уже два с лишним часа. Спасибо, в следующий раз слушаем Эдуарда Зинатулина. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.